51 стих. Филипп находит на фамилии. Вот слово поиск. Иные говорят о Бога и искать не надо. Когда нужно будет, я уверую. Бог коснется, сердце приду. А вот здесь говорится, что искали. Они не просто искали, а весьма тщательно. Как Бог нас разыскивает, так мы должны его разыскивать. Он нас разыскивает из раненых, оставляет 99, отцу ищет, где-то на выступе скалы рисует. Женщина вентет в комнату, находит потерянную драхму, монету. И мы должны искать Господа. Всюду и везде, во всех проявлениях природы, в катаклизмах исторических, в крушениях государства, в болезни, в рождении ребенка и смерти человека, мы должны находить Бога. Это все от Него. В нашей жизни ничего нету, чтобы было не от Бога. Вот я держу в руках листик. А это дерево шелесело листьями. Говорят, а почему вот оно мертвое, холодное, зажги сразу тепло. Откуда? Говорят так, объясняют, что когда дерево росло, оно аккумулировало солнечные лучи и энергию. И все это сохраняется вот в таком запакованном, заархивированном виде. И теперь, когда мы жьем полено, как вот уголь, это уже спрессованное, обугленное, и там находится теплота, опять же, солнечная. Ну, а солнце ясное. Объяснение одно только, что это от Бога. Итак, Филипп находит на Панаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисеи и пророки. Можно искать того, о котором писали, но это писанное было не запечатано. Я опять же о том говорю, что у нас в России не искали Христа Евангельского. Его никто не знал. Раз Евангелие не проповедовалось, то как его знать? А если ты услышал, ты будешь искать. Мы искали такую общину, как наша. Десятки лет. Хотя бы одно торговли не было. Приезжает, и наконец мы нашли в Псково-Печерском монастыре. Нет торговли. Ну, торговли с вещами нет. Мы поехали узнать, а как они? У них пасека, и они воск. И дома, там, в монастыре. Ну, то есть, так же, как у нас. А монаха отдельно ставит свечи. А люди приходят, мешаются и поставить негде. Ну, вот поставили, тебе что еще нужно? А я хочу сама. Ну, положи деньги на это, мы купим воску. То есть, ломать эти привычки надо. Рутинные, греховные. А искать то, что свято. Некоторые даже написали в своем свидетельстве. Я тоже мечтал найти вот такую общину. Такое место, где люди живут по Евангелию. Ну, по крайней мере, стремятся жить по Евангелию. И, наконец, услышали про деревню. Никто не курит. Как? Никто не курит? И бутылкой никто не рассчитывается за проделанную работу. И никто не ствернословит. По милости Божией, 15 лет. И говорят, мы нашли. Значит, сегодня тоже есть что искать. Если мы в числе тех, кого ищут, значит, мы чего-то стоим. Хоть маленькое, хоть сизюминку, да, жемчужинка-то есть все-таки. Мы нашли Господа в Священном Писании. Мы нашли, что Бог дал нам такого епископа, священника. У нас есть такая возможность. Мы искали, где молиться, и Бог вдруг дал, открыл. И все это так неожиданно. Это все по нашему поиску. И мы из этого слова научимся, что искать надо. И слово искать в Библии встречается 193 раза. Искать. А слово нашли 227 раз. Я думаю, здесь тоже что-то есть. Некоторые не нашли, а все-таки большинство нашли дважды. Однажды сказал Бог, а дважды слышал я. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих. Андрея он призвал, и он находит Петра, Симона и говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос. Тоже нашли. Значит, искать надо. И людям говорить, ищите, и вы найдете. А не так, что надо будет. Я уверую, когда нет, искать надо. Притом, знать, что искать. А то наткнешься ты на другого. Ты можешь найти руководителей каких-то обществ. Ты можешь уверовать в Будду, в Магомета. Тоже они не нашли. Но ты начни дальше искать. Люди, которые знали священное писание из баптистов, они обратились в моем доме, сейчас стали священниками, они очень искали точного исполнения закона. Не так, что мы немощные, Бог знает, и то, что мы где-то нарушаем, как патриархийные священники нам говорили. Ну, Боже, он милостив, будьте милосердны, как отец милосерд. Они вплетут эту вязь. Богу не нужны нарушители, вы обманываете. И не написано, что в последним временем достаточно будет призвать только имя Господа спасешься без соблюдения закона. Не надо отдельный стих вырывать. Нарушители закона Богу не нужны. И лучше один исполняющий, чем десять тысяч нарушающих. Третья книга царств. Четвертая книга царств. Вторая глава, семнадцатый стих. Говорится о том, как Илья был вознесен. Они потеряли своего руководителя. Тосковали и хотели найти. А может быть поднялся, где-нибудь опустился. Мало ли что. А Ильюсей был твердо уверен. Нет. Эта колесница назад не опускается. Она вознесла Илью до последних дней. Видимо, он это тоже не знал. Но они наступали. Он тогда и говорит им, ладно, идите и ищите. И да и немало, пятьдесят человек рассыпались. По направлению, куда, видимо, вознесла колесница пророка Илью. И вот они его искали три дня. Представьте, день прошел, не нашли. Видимо, парами разбились. Как прочесывает местность. Ты этот участок бери, я этот. А иногда так за руки берутся и идут на таком, чтобы прочесать местность. Пятьдесят человек. Все мужчины. И цель была поставлена четко найти. Нашли его? Нет, не нашли. А мы никуда не выходили и здесь нашли. И мы знаем, где он находится. Значит, знания Писания намного больше, чем самому где-то быть. Даже вот поехать в Иерусалим, это меньше значит. Или поплавать сейчас на озере Генесовецком. Но сейчас мы остановились, волны твещатся, холодно. Ну, лодки нет. Мы нанялись, сели, проплыли, вернулись. Больше ничего нет. А если я здесь буду, дома, и мысленно проникну туда, где находится Господь. Вот он в лодке с рыбаками. Какая рыба? Ну, не знаю какая, написано большая. Побольше наших карасей. И сколько там было. И вот сегодня мы, если Господь позволит, первое песнопение начнем разучивать чудное озеро Генесарецкое. Чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого весь его облик святой. Ныне он духом своим поселяется в наших счастливых сердцах. Что же не ясно, он так отражается, как отражался в водах. Или лежит у нас плесень сомнения, или теснит суета. Или от бурного в жизни волнения плохо в нас видно Христа. Будем, как озеро Генесарецкое, с чистой и светлой душой. И отразится Христа Назарецкого в нас его образ живой. Ну, что здесь баптистского? Тем более, эти песнопения уже на музыку положены. Не надо композиторов искать. А они бюро взяли у Пушкина, у Некрасова, у Натсона. Я посмотрел, я сейчас знаю наизусть эти. Я сразу определил, они авторство не указывают. Но откуда это взято? Разве нам это помешает? Не на богослужение. На богослужение у нас свои православные напевые мотивы. Об этом начинайте заново молиться. Мы ищем Господа, быть к Нему ближе. И мы нашли Его. Нашли Его в богослужении нашем, чудно составленном святыми мужами. Мы нашли Его в проповеди. Нашли в клиросе песнопения. И найдем Его в песнопениях в свободное время. Чтобы душа наполнялась этим пением. Будем записывать. И каждое воскресенье будем этим заниматься. И потом вы за год скажете, вот пройдет, и скажете, какие у вас были изменения. Вас уже на песнопениях сектанты не поймают. Скажите, у нас эти песнопения есть, мы поем. Иоанн Затаус мгновенно реагировал на то, что совершалось в мире. Ариане первые придумали крестные ходы и свои песнопения стихи петь. И некоторые православные подумали и говорят, а почему у нас таких акаписов нет? Иоанн Затаус немедленно вызвал всех обладающих талантом, стихотворчеством, музыкантов. И они буквально к утру уже выдали ему готовое песнопение. И наутро встречный крестный ход пошел. Но только православные, прославляющие великую, нераздельную, единосущную троицу. И все. Парализовали движение еретиков. Мы стали всюду говорить. Вот в книгах я посчитал, у меня 1300 раз упоминается имя Иегова. Иеговисты, а откуда вы знаете? Да мы не только знаем. Мы живем ради этого Иегова. Мы истинные свидетели. А вы даже не называйтесь этим именем. Мы самые настоящие, единственные свидетели в Барнауле. Свидетели Иеговы. Вот как. Если скажут баптисты, у нас в Барнауле только один настоящий баптист. Это наш батюшка. Это креститель означает. Потому что он подготавливает людей. Крестит как надо. Это настоящий, единственный баптист. Но насчет 50-ти как тут сложнее. Потому что речь идет о говорении языками. Значит нам нужно изучить язык любви. Исполняться Духом Святым. Ну в общем-то мы тоже готовы к этому. С этим даже к Господу прийти. Первая книга Едры. Вторая глава. 62 стих. Я недавно говорил на эту тему. Решил добавить. Потому что стихи попали как раз в содействующее. Что мы должны искать? Это достойного христианского поведения. Я вот заметил, некоторые при разговоре подхохатывают. Сами себе на свои слова и хохочут. Этого делать нельзя. Тем более пост идет. Мы пришли на богослужение. В коридоре стоят, говорят и хохочут. Написано нечестивый смехи показывает зубы. Ты нечестивый? А праведнику свойственно едва улыбнуться. То, что вы считали сегодня посланием или Евангелие. Найдите момент в Евангелии, где Христос улыбнуться мог. Или рассмеяться. Ну это кощунственно. Не рассмеялся. А все-таки. Вот прочтите целиком. Я читал Библию на пленку. И начитывал полностью от корки на корки Библию на компьютер два года назад. И я не нашел нигде ни одного места, где можно было бы засмеяться. А когда считал житие святых, у меня такие моменты иногда были. Я засмеялся и не смог дальше считать. Так что жена говорит, за тебя лукавые скушают здесь. Ничего не могу сделать. Житие Исаакия Печерского, когда считал. И вот такое состояние, как его беса обманули. Его как мяч игрок в футбольный подбрасывали, играли, когда он поклонился. А когда он в ум-то пришел, то, говорят, отдельно в келью идти не хотел. Накормили они его. И я до того смешно показалось. Думаю, вот так нас и учить надо. А оказались бесы лучшими учителями, чем учителя церковные. И вот здесь говорится о том, когда вернулось из пленения, то некоторые стали говорить, а мы священники. Но искали их записи родословной и не нашлось. И потому они исключены из священства. Сегодня все данного сектанты уходят. У них не будет ни крещения, ни пресчищения. Это все у них фикция одна. Потому что родословной их нигде нет. Они ни от одного епископа рукоположения не получили. Вот, одно место. Они его обходят и никогда не проповедуют. А мы смело говорим. Наш епископ рукоположения имеет от законных пастеребатюшка, рукоположен хоть в московской патриархии, но от законного епископа Максима. Его фамилия была Кроха. Кроха. Так давайте эту Кроху все-таки сделаем хорошим караваем. Память Максиму будет. Нееме об этом говорит 7.64. Дважды, что искали родословный. Попробуйте сектантов подтянуть к этим стихам. Песня с ней 3 глава 1 стих. «Невеста искала жениха». И где она искала? На ложе, на кровати, на постели и не нашла. Вот состояние какое. А каково для нее невеста? И искала и не нашла. Проспала. И она вышла его искать. Я его искала. Того, кого любит душа моя, искала и не нашла его. А ведь речь идет о душе. Если мы будем искать у себя в душе, в мирной, спокойной обстановке, и мы не найдем Христа, а живем для своих удовольствий, прихоти. Какое горе, какие слезы. Какой смех может быть, когда написано «Горе вам, смеющиеся ныне». Я прошу вас, помогайте друг другу. Кто-то, кто смеется, сразу ее одерни и скажи «Нехорошо, сестра». Нехорошо, брат. Кротко улыбнись только. Говорите о вещах серьезных. От этого не просто отстать. Тем более, хочу сказать, люди, которые у нас были подхахатывали на свои слова, все из общины отпали. Бойтесь этого. У меня уже есть опыт. И я им говорил. Зачем ты изо рта выпускаешь такие слова и смеешься? Златоут говорит, широко раскрывая рот, смеешься, не боишься, что демон скочит в тебя. Демон во время смеха вскакивает в человека. А не когда, когда слезами заливаешь. Для него это как огненная лава слезы наши. Вот мы что будем искать? Искать Христа? И быть с ним. Пророк Исаия, 65 глава, 1 стих. Меня нашли неискавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Речь идет об языческой. Они не могли искать, они не слышали ничего. А Бог им всюду говорил, вот я, смотри на заю, вот я, смотри на дождь, на зелень схода, вот я, смотри на радость матери, родившей ребенка. Смотри, вот я, говорил им. И меня нашли неискавшие меня. Потому что о Христе, о Боге, о Творце и Иегове проповедует вся природа и небеса. И земля вещает. И об этом же Павел говорит, пользуясь этой выдержкой из Исаия, Римлянам, 10 глава, 20 стих. Бытие, 31 глава, 35 стих. Говорится о Лаване, как он преследовал дочерей своих, когда Иаков их убил. И он искал своих террафимов, идолов, и не нашел. Но она села на них, не отдала. Не надо искать старое, что ушло, старых друзей, товарищей, которые не верят. Иногда старые друзья собираются, выпускные вечера делают, приглашают. И во время поста, тем более великого, и, конечно, может быть, выпивка, закуски, можно пойти. Но заранее сказать, я участвовать в этом не буду, а идти только для свидетельства. Но если знают, что это им не нужно, не надо этих старых террафимов искать. И он не нашел их. А мы знаем, где они. Они под дубом, Яков узнал, где они есть, и зарыл их. И там они до сего дня лежат. Ну, сгнили, наверное. Поэтому старые эти связи отрывать, если они ничего не дают. Когда я обратился к Богу в 62-м году, я был открытым характером. У меня много было друзей. Очень много. И я всем сразу написал. Ни один не ответил. Ни один. Вот и все, и кончилось. И кончилось по сегодняшний день. Сумейте людям засвидетельствовать. Когда я поселился на 2-й строительной, где фильм про нас ставили, где я насчитывал Златоуста и прочее, соседи все потянулись. И заходят. Я понял, ничего не сделать. Стучатся. Открою что? А хотели познакомиться. Я тогда дверь открыл и решил совсем не закрывать их. Мне срочно надо ремонтировать. Я думаю, нет, это подождет. Они оккупировали меня, идут со всех сторон. Я достал большую Библию. Как-то кто-то заходит. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, как я вас хотел видеть. Садитесь. И сразу начинаю считать. Ой, мне некогда. Мне надо на работу. Дальше меня там жена ждет. Или там пельмени варить надо. Я их в течение нескольких дней всех заквасил. И больше ни один не пришел. Ни один. Кто бы ни пришел, все дела прекращая. Ремонт подождет. Давай свидетельствовать. Они стали обходить мой дом. Видимо, он полыхал. Понимаете, незримо мы должны это видеть. Когда молились однажды люди, пасхальную ночь. Ну, в лесу никого не нет. Полная тишина. Потребовалось ему выйти на улицу, посмотреть на звезды. Да какая прекрасная ночь. Он когда вышел, как думает, хорошо в темноте, никто не знает, где наша келья стоит. И вдруг увидел, вся келья полыхает пламенем. И со всех сторон полщища демонов нападают, прыгают на стены и обожженные отваливаются. Нам не видно ничего. Видели одного еродиева? Он стоял и камнями бил по храму. Его оттащили. Совсем дурак, что попало. Смотри, люди подходят, храм целуют. Это камни намаленные уже тут, ты знаешь, какое-то. А он подошел к пивнушке и целует. Совсем сдурел. Какой же он святой-то? А он потом одному открыл глаза. Ты посмотри, сколько здесь демонов облепили храм. Я их бил-то, а не храм. А у пивнушки, вот видишь, ангел стоит, плачет. Опять зашел выпивать несчастный. И ангелу руку целовал. А люди до этого ничего не видят. Не понимают. Поэтому раньше времени не суди никак. Ты ищи Бога всюду и везде. Ищи проявление божественной мудрости. Экклесиаз, то есть Соломон, 7 глава, 28 стих, говорит о каком-то социологическом опросе населения или рассмотрении этого населения. Чего я искал? Искала душа моя, и я нашел. Мужчину одного из тысячи нашел я, а женщины между всеми ими не нашел. Значит, какой-то урок мы должны отсюда извлечь. Женщин много, больше в храм ходят. Но ни одной даже вообще не нашел. Может быть он не то искал, я думаю. И так может быть. Но все-таки задуматься есть о чем. Легкомыслие женщины легко ее увлекает куда-то. Поэтому держись за мужа. Если мужа нет конкретно, прямо, без всяких ошибок, держись за ризу Христа. Пророк Иезекиев 23.30. А это уже призыв ко всем нам. Что нам искать? Они искали Христа. И они нашли. А Господь говорит, в ответ я хочу вас найти такими, какими я хочу. Я нашел Христа таким, каким я желал. Все самое лучшее, о чем я мечтал, что было у меня идеальным, высоким, чистым, я во Христе нашел. Я не разочаровался в нем. Какие читал книги, смотрел фильмы, какие герои, кому стремился подражать. Я все нашел во Христе, при том в превосходнейшей степени. Господь говорит, я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но я не нашел. Господь ищет таких подвижников, которые могли бы ходатайствовать в молитве перед Богом. И не только молиться, но и делать. А пролом, я думаю, главный пролом, это отсутствие благовестия. Это отсутствие Слова Божия. Оставили один ритуал, крутят богослужение. Оно ничего не дает. Все зашифровали. И священник, он просто требуя исполнитель, на одном месте людей вращает, кругами ходит и все. А вот если бы сегодня людям, которые в храмах начать благовестовать, проповедовать, в течение года все можно изменить. Евангелие Лука, 13 глав 6 стих. Луки, 13.6 Виноградник, виноградарь искал плодов на смоковнице и не нашел. Порадовать Господа мы можем уже сегодня, если дадим нужные плоды. Притом, какие у нас таланты, мы не знаем. Не знаем. Роман Сладкопевец был в посмеянии за неумение петь. А монахи, они много имели времени свободного. И они договорились подставить его. Завтра и архиерей будет. А тут запев делать. И мы его выставим фига. Ну посмотрим, как он запоет. И он всю ночь проплакал. Божью Матерь умолял. Ни одного глаза не знаю. Как я буду? И вышел-то он еще не знал. Он еще слезами заливался, протер слезы и вдруг ощутил в себе что-то совершенно другое. И издал такие гласы. И из него пошли такие, такое пение, что вся эта братья, которые заканчивали консерваторию, они померкли перед ним. И мы их имена не знаем. А знаем, что Сладкопевец Роман. Даже вот этот Роман Матюшин поет и о романах сегодня. Тоже этим ему Роман взят. Видимо имел наклонность и этим прославился. Итак, Господь сегодня нас будет искать в проломе. У нас пустое место вот это осталось, что нет свободного, свободного от богослужения времени и песнопения. Кто станет в этот пролом сегодня? Я посмотрю. В первую очередь хористы. Знающие мотивы. Повторяю. Кому не нравится, но сначала прослушайте один раз, чтобы было что отвергать. Никого здесь с телом не тянем. Но если вы испытаете сладость духовного общения в песнопении, в свободное от богослужения время, это не занятое будет ничем, а духовным размышлением, вы будете Бога благодарить за первую неделю это торжество православия. Православие это была полнота. И у нас как раз попало так. Первая неделя. Пост. Все этому содействует. Я подумал не случайно. Меня уже спрашивают, а как вам эта мысль пришла? Я не знаю как. Я молился и вдруг так вот. Сейчас у нас еще иная акция начинается с сегодняшнего дня уже. Прошу поддержать молитвы. Дело в том, что у нас быстро расходится новый завет трехтомник. И есть вероятность, что при моей жизни он разойдется и мы уже начинаем готовить второе издание. Замеченные ошибки устранить. И Гестава Доре иллюстрации сделать цветными. Это не просто. На это потребуется талант. Раскрасить. Там много черноты. Убрать это. Мне даже сегодня Геставе Доре специальное стихотворение написалось. Такое удивительное. Не ожидал. И прочитал назад, как будто откуда-то свалилось оно на меня. Потом вы узнаете. Вот все к одному. У нас на сегодня назначено. И молиться об этом надо. В этот пролом тоже надо кому-то встать. Евангелие от Матфея. 23 глава 39 стих. Господь говорит, не увидите меня, доколе не воскликните, благословен грядущего имя Господним. Благословен, то есть я жду, ты приди, и тогда я явлюсь. Вот какой смысл. Иеремия 29, 13. Вы взыщете меня и найдете, если взыщете меня всем сердцем. Господь говорит, что его искать надо. Притом искать постоянно. Что в нас случается? Господи, а что ты хочешь мне сказать здесь, вот через это слово? А что через сегодняшнее богослужение? У нас сейчас епископ Евтихий лежит в реанимации. А что через это хочешь сказать? Мы молимся, а не знаем результат. И вот он умрет, и у нас пролом в стене. А кто встанет в этот пролом? Мы не знаем, Батюшка вернется или нет, и не приведи Бог. Изменения будут и может быть немалые. Но мы не знаем, лучше или хуже. И кто встанет в этот пролом? Главное, это у нас здесь все-таки епископ. Мы все время должны искренне благодарить Бога. Не будет епископа, мы начнем быстро вырождаться в секту. Но, я думаю, у нас прочное основание лежит. Мы не уйдем. И Господь о нас усмотрит лучше, если покажем ревность. Киевим 3 глава 13 стих. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Вот что нужно искать. Желаю я помочь. Я вам сказал сегодня, запомните, чтобы никто не хохотал. Вообще нигде. Это не христианское поведение. Какой смех, когда жизнь заканчивается. Везде скорби, печали, страна погибает. Священники не проповедуют Слово Божие. В церкви превратили не в кладбище, а в скотомогильники. Я не боюсь этого слова сказать. И мы будем смеяться. Пророки прославляются за то, что плакали. И плакали день и ночь. И Христос, мы знаем, не раз плакал даже о Лазаре. Но нигде не написано, что смеялся или даже улыбнулся. Но мы люди, нам свойственны и играть с ребенком, и радоваться простой жизненной радостью, но разговаривать друг с другом, постарайтесь устранить из речи все эти смешки. Итак, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Первая книга, старшек, 16-11. Ищите непрестанно лица Господня. Салмопевец, 26-8, так же. И я буду искать его всегда. И Деяние, 17-27. Бог дает нам все потребное для жизни и дожди ранние и поздние, дабы люди искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он их недалеко, от каждого из нас. Господь близок, и Он силен наградить каждого, кто ищет у Него таланты. Он даст нам желание послужить Ему. А благовестие может быть и безмолвным. Как я смотрю на гравюры Гестава Даре, 230 картин нарисовать за три года и полтора-ста лет перепечатывать католика. Он, видимо, католик был все-таки. Так надо понимать. И православные, и сектанты – это проповедь. Он знал хорошо Писание. Это невыразимой огромности труд сделанный был. И мы нашли, что Он, видимо, искал у Бога, как Его прославить, и Бог положил Ему на сердце, и все это дошло до нас после многократной перепечатки. Благословен Господь, Который позволен нам искать Его и найти. Да будем и мы найдены им, и окажемся Царством Небесным. Аминь. Аминь.